Фестиваль телесериалов «Пилот» в самом разгаре. Центральная площадка, кинотеатр «Лоць». С утра до вечера ивановцы могут наслаждаться новинками телевизионной индустрии, причем совершенно бесплатно. О том, что у нас в городе проходит фестиваль телесериалов «Пилот», слышали? Нет. Не слышали? То есть вам вообще неинтересна такая культурная жизнь города? Да почему интересно? У нас совершенно бесплатные билеты. Неинтересно? Смотря что там показывают. Можно в интернете найти программу, посмотреть. Можно. Если еще возможность выдастся, то может быть пойду. То есть о том, что билеты бесплатные слышали? Слышала, да. У меня друзья ходили вот по поводу под открытым небом, они ходили, смотрели. Что говорят, понравилось? Сказали, ну нормально, да, но я не знаю, что вчера показывали, вчера или позавчера. Она сказала, ну подруга говорит, в принципе понравилось, но я так ее не очень люблю. Вы смотрели программу? Да, я ознакомилась с программой. Так, и что вам не понравилось? Нет, мне все понравилось. Просто мистику я не совсем люблю, а вот военного, так сказать, ну как триллер, тоже тяжеловато вечером. А вообще из всей программы выбрали какой-то сериал, на который бы сходили, но просто неудобно по времени? Вот другие не смотрела, потому что неудобно по времени и себя не расстраивало. Пойдете? Скорее всего, да. Когда пойдете? На это выходные, надеюсь. Да? Просто дело в том, что фестиваль заканчивается в эту субботу? Значит, в субботу. В субботу пойдете? Обещаете нам? Обещаю. В Лодзе, например, показы идут с 11 утра весь день, по вечерам на площади Пушкина. Вот с 11 утра мне сейчас идти в ночь встречать в школе. Вот так, и некогда. Хорошо, если бы время было, пошли бы, билеты бесплатные? Конечно. Ну, суббота, воскресенье, могу себе позволить. Завтра еще будет, еще один день, пойдете? Да. Собираюсь. Ходили на какой-нибудь из показов? Пока еще нет. Почему нет? Ну, потому что мало информации, поэтому знаем. То есть вы ничего не слышали о том, что билеты, например, бесплатные? Нет. А если бы вы знали, пошли бы? Возможно. А вы? Ну, надо посмотреть, что демонстрируют. Какие сериалы здесь? Есть программа, в интернете можете найти. Ну, вы, видимо, живете около Лодзе? Да. Не знаю, никуда. То есть вы живете около Лодзе и не ходили? Нет, вот вы видели вывеску сегодня, эту рекламу. Мы заинтересовались, кстати. Много ли народу ходит? Да, залы почти полные. То есть всегда? Ну, сколько мы заходили, мы не все показы, конечно, успеваем смотреть, но в целом, да, полные залы. Да, дополнительные даже залы для зрителей, потребность есть. Вообще, как оцениваете проведение? Организацию? Ну, поскольку мы организаторы, мы оцениваем ее хорошо. Положительно. Положительно. Хорошо. А какие-то недочеты? Может быть, по поводу информационного сопровождения? Потому что вот мы сейчас разговаривали с людьми, не многие знают о проведении фестиваля. Ну, это фестиваль первый, да, он будет ежегодным. Я думаю, что постепенно люди будут узнавать больше и больше, это войдет в традицию. Ну, тут больше никакой информации нет, поэтому... А внутрь зайти? Там информационная стойка, бесплатные билеты? Можно. Пойдете? Да. Обещаете нам? Да, прямо сейчас. Пойдемте с нами? Пойдем. Пойдемте. Как у вас можно получить билет? Билеты у нас бесплатные. Просто говорите, на какой сеанс вы хотите попасть и... А, кстати, с чего выбрать у вас можно? Сегодня сеанс начался уже в 11.00 и следующий сеанс будет в 15.00. В программке можете ознакомиться, какие сериалы будут показывать сегодня. Также можете пройти прямо сейчас на действующий сеанс. В 18.00 будет проходить дискуссия. Угу. Можно попасть? Всего доброго. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Идея фестиваля телесериалов нова не только в масштабах Ивановской области, но и всей страны. Пожалуй, главная недоработка организаторов – слабое информационное сопровождение. Например, о том, что билеты будут бесплатные, стало известно буквально за несколько дней до открытия. Еще из минусов – забыли про пресс-конференцию, чтобы СМИ могли растиражировать информацию об интересных мастер-классах и встречах с актерами и режиссерами. Вот такой пилотный пилот. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.